И последнее. С этого дня запрещены поставки в Россию рыбной и молочной продукции из Эстонии. Пока запрет Россельхознадзора касается 11 прибалтийских предприятий. Но напомню, Эстония является одним из крупнейших экспортеров в России, в частности, балтийской кильки. Так, например, в 2012 году более половины всей импортной кильки пришлось именно на эту прибалтийскую страну. Чиновники, однако, утверждают, что никакого дефицита в связи с введенными запретами не предвидится. Впрочем, ситуация на розничном рынке рыбной продукции уже сейчас весьма напряженная. Так, с начала года почти всем поставщикам из Норвегии было запрещено ввозить в нашу страну рыбу. Как и в случае с Эстонией, причиной называется нарушение ветеринарно-санитарных норм. Единственная порода рыбы, на которой не вводятся ограничения, это форель и семга. А вот сель, стреска и, опять же, килька смогут попасть в Россию из Норвегии, разве что по собственному желанию и собственными водными путями. Все это вместе, по мнению целого ряда аналитиков, должно привести к росту цен в наших магазинах. На данный момент мы собираем экспертные мнения на этот счет и будем следить за развитием событий. Продолжение следует...